Но разве не здорово начинать утро с прекрасных панорамных видов? Мы въехали в Урвието и сразу нашли бесплатную парковку, что сделать очень сложно в таких маленьких городках, как этот. И первая достопримечательность, которая у нас была на пути – крепость Альбарнос. Она названа по имени кардинала Альбарноса, который управлял Урвието от имени Римской церкви. В половине XIV века по его приказу было начато возведение крепости. Главной целью при возведении крепости было превращение Урвието в надежный бастион. Был вырыт ров и сделан перекидной мост, чтобы во время опасности можно было обрубить его. Задумка была хороша, но только крепость не успели достроить, и она была разрушена. Только в XVI веке ее достроили и укрепили. Еще в первом видео из первой поездки в Урвието я показывала вам главные достопримечательности города. Так вот, я рассказывала, что во время событий, которые называются в истории как разграбление Рима 1527 года, папа римский бежал из Рима в Урвието, понимая, что город находится на скале, и врагам добраться до него будет очень сложно. В это время был вырыт колодец Сан-Патрицио, который находится рядом с крепостью. Мы с вами спускались туда. И укреплена крепость. О том, какой мощной была крепость, можно судить по стенам, по которым мы сегодня гуляем и любуемся прекрасными видами. Сейчас на территории крепости находится парк, куда приходят отдыхать не только туристы, но и местные жители. А вот тот самый ров засыпали землей только в конце XIX века, чтобы проложить дорогу для фуникулера. Фуникулер – это так называемая горная железная дорога, по которой поднимаются в город. Мы поднимаемся в центр города по широкой улице Кавур, которая делит город на две части. Это было хорошо видно, когда мы поднимались на башню Дель Мору. Ритм жизни современного человека никак нельзя назвать размеренным и спокойным. Мы всегда куда-то бежим, торопимся, вечно опаздываем, не замечаем ничего вокруг. Но стоит приехать в Италию, все меняется. Меняется ритм жизни, взгляды. Мы останавливаемся и начинаем всматриваться в то, что нас окружает, на чем раньше взгляд не останавливался. Кажется, вот она настоящая жизнь, вот так надо жить, с небольшими остановками, размышлениями. И поэтому, дорогие мои друзья, я советую вам хотя бы раз приехать в Италию, чтобы почувствовать, чем же притягивает эта удивительная и жизнерадостная страна. Вот как только закончится вся эта история с карантинами, запретами, и мы вновь обретем свободу, собирайтесь и приезжайте. А пока у вас есть время для подготовки, записывайте и отмечайте понравившиеся места на карте. Побывав один раз в Италии, забыть ее уже будет невозможно, так же, как и все, что связано с ней. Побывав один раз в Италии. Побывав один раз в Италии Побывав один раз в Италии. 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 Магазин деревянных игрушек. Вот она та самая башня, Торре-дель-Морус, которой открывается прекрасный вид на город. В этой лавке продают оливковое масло, соусы, песто, многие продукты с добавлением трюфеля, ведь мы находимся в Умбрии, а это, как известно, столица трюфеля. И даже свежий трюфель здесь можно купить. Мы остановились прямо в центре городка. Скромная обстановка, но есть все самое необходимое, а это самое главное. Есть посуда, микроволновка, чайник, кофеварка и даже маленький холодильник. Вот здесь спрятан холодильник. Маленький балкончик, стол, стулья, вид на крыши и дворец капитана народа. А это так называемый холл. Скромно, но чисто и уютно. Напомню, что мы путешествуем всегда с нашей собачкой, поэтому всегда выбираем места для проживания попроще. Мы продолжаем с вами гулять по городу Орвието, удивительному городу, построенному когда-то на туфовой скале. На моем канале про Орвието уже два видео. В первом я рассказывала про достопримечательности города. Во втором видео мы рассматривали фрески «Синьора» или «Страшный суд» и гуляли по вечернему городу. А в этом видео у нас будет просто прогулка по улицам Орвието. Ведь чтобы лучше познакомиться с городом, нужно просто без карты, без цели гулять по улицам и наслаждаться. Вот так мы с вами и поступим. Прогуляемся по извилистым улицам, где прошлое тесно связано с настоящим. Церквей в городе очень много. Это церковь апостола Андрея. Она одна из важнейших в городе после кафедрального собора. Здесь подписывали договора и союзы. Территория, на которой построена церковь, была важной и священной еще при этрусках. При раскопках нашли доказательства этому. Эта церковь XII века. И, естественно, она была перестроена с XIV по XVI век. Три нефа разделенные колоннами из гранита. Боковые стены украшены фресками местных художников XIV-XV века. Продолжение следует... 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 Кто смотрит мой канал, давно знают, что я очень люблю утренние прогулки. Пока мои спят, я уже гуляю по утреннему городу. Здесь так тихо, что тишина кажется такой громкой и звенящей. Пойдемте прогуляемся, пока город спит. За два дня пребывания в Орвието я уже хорошо ориентируюсь. И поэтому не могу сказать, что я иду, куда глаза глядят. Иду туда, где еще не была. Из бара доносится вкусный аромат кофе, а я еще не завтракала. Позавтракаю после прогулки. Мне кажется, что здесь любого очаруют молчание древних стен и зеленые пейзажи. Послушайте, как здесь тихо, вслушайтесь в тишину. Я никогда не забуду средневековый облик Орвието. Эту звенящую тишину и буду тосковать. В любом городе, где бы я ни была, мне всегда хочется сказать, что я сюда еще вернусь. В этом маленьком дворике колодец вырос, словно ствол срубленного дерева. А вы знаете, что эти колодцы называют еще одноглазыми телескопами Земли? Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok DimaTorzok 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 можно снимать. Но здесь я купила небольшой подарок в Россию, и мне разрешили снять для вас небольшое видео. Повезло! Сколько же здесь было много разных интересных сувенирчиков! Такая красота! Субтитры создавал DimaTorzok Жаль, что был туман и плохо видно Урвието. Это замечательная панорамная площадка с шикарными видами на город. Нам надо было вчера на закате сюда приехать. Ведь неспроста здесь даже ресторанчик есть. Видимо, многие вечером сюда приезжают. Вон там красуется Урвието на Туфовой скале. Из Урвието мы поехали в сторону озера Больсена, где решили остановиться пообедать. По дороге мелькали указатели Чивито-Дибаньо-Реджо, Чивито-Дибаньо-Реджо, и у меня теплилась надежда, что мы заедем туда перед обедом. И вот, казалось, осталось совсем чуть-чуть до еще одного городка на скале, и мы все-таки свернули к озеру Больсена, оставив позади умирающий город на скале. При повороте услышала, что Тунино сказал, что мы уже были здесь два раза. Городок Чивито-Дибаньо-Реджо находится в 20-25 километрах от Урвието. Если вы будете путешествовать на машине, то я советую вам заехать туда. Правда, в городке осталось совсем мало местных жителей, но красота там неописуемая. Этот городок достоин особого внимания. Мы доехали до озера Больсена. Небольшая прогулка и обед. Продолжение следует. Несмотря на то, что ресторанчик еще пустой, все места уже забронированы. Ну что вам сказать? Мне бы хватило небольшого перекуса, но в Италии культ еды. Обед и ужин по расписанию. Должна быть закуска, первое, второе, десерт, порции огромные. И минимум два часа за столом. Заметьте, это мы вдвоем. А когда нас собирается много, так по шесть часов сидим в ресторане. Это порция на одного человека. Ниоки и паста с морепродуктами. Я даже половина этого не съела. Морепродукты во фритюре. На первом этаже нет ни одного свободного места. Пойду поднимусь на второй. На втором этаже зал занят, а терраса свободная. Давайте посмотрим, какие виды открываются отсюда. На этом наш выходной день закончился. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всего вам хорошего и до новых видео, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok